Добрый день суток всем, кто смотрит мой канал. Это мой резервный канал. Сегодня я поговорю об очень интересной теме, так как и вооруженные силы Азербайджанской республики, и вооруженные силы Армянской республики, так как пополняются вооруженные силы, военно-воздушные силы, военные техники, истребительные авиации. У многих вопросов, скажем, так как военно-воздушные силы, вооруженные силы Азербайджанской республики, упаковывают сухой СУ-35С, многоцелевые истребители, бомбардировщик, поколение 4+, МИК-НКУ-9, МИК-35 и МИК-35Д, тохмерсная версия, вооруженные силы Армянской республики уже купили военно-воздушные силы Армении, купили истребители, поколение 4+, сухой СУ-30СМ. Ну и тут сравнение, какой из этих истребителей лучше, как они себя поведут в воздушном бою. Ну, коротко, попытаюсь, так сказать, провести маленький, так сказать, обзор. Начнем с того, что сегодня у Армении есть четыре сухой СУ-30СМ, многоцелевый истребитель, бомбардировщик, поколение 4+. Пока что в Азербайджанской республике нет СУ-35С, пока они 4+, МИК-35, МИК-35Д, а не только этот контракт только подписан, скажем, если не помню, месяц назад контракт был подписан. Сейчас в Азербайджанской республике имеют 16 истребителей МИК-29, два из которых версии УБ, МИК-29УБ, учебно-боевой версии МИК-29УБ, изделие 9.51. Имеется 14 истребителей МИК-29, изделие 9.13, тоже по классике Азербайджанской республики, что в переводе означает точка опоры. Эти истребители, они еще старого советского производства, в Азербайджанской республике купили эти истребители Украины, которые у нас следовало от Советского Союза. На первый взгляд, ну, раз уж что, ну, это истребители четвертого поколения, а не поколение 4+, или 4++, а просто четвертого поколения. Многим, скажем, может показаться, что, ну, раз уж четвертого поколения, то, скажем, против истребителей поколения 4++, они малоэффективны. Но, на самом деле, это не так. Начнем с того, что истребители МИК-29, в Азербайджанской республике, при том, как МИК-29 и СДЛ-913, так и МИК-29УП, учебно-боевая версия СДЛ-951, оборудована комплексом радиоэлектронной борьбы белорусского производства, который называется ТАЛИСМАН. Байкава ТАЛИСМАН, блок 123ЕР. Байкава, значит, бортовой комплекс обороны ТАЛИСМАН, блок 123ЕР. Есть несколько блоков, блок 1, блок 2, блок 3, блок Е, блок ЕР, в общем, у Азербайджанской республики самая совершенная версия этого комплекса радиоэлектронной борьбы, называется блок 123ЕР. Что она из себя представляет? Благодаря вот этому комплексу радиоэлектронной борьбы МИК-29 военно-воздушных сил Азербайджанской республики получает, скажем так, новую жизнь. И получает абсолютно новые возможности в воздушных боях и в боях, скажем, средств противовоздушного обороны ПВО Армении. В чем заключается суть? Этот комплекс позволяет, во-первых, создать рядом с истинной целью, с истребителем, четыре ложных цели. Ну, то есть, есть сам истребитель, есть вокруг него четыре ложных цели. Когда противники, в данном случае, например, армянский Сухо-137, обнаруживают, они обнаруживают как истинный МИК-29, так или четыре ложных цели рядом с ним. И идентифицируют, опознавать, весьма и весьма сложно, несказуемо, невозможно, нужно открыть огонь наугад. Это, во-первых. Если открыть огонь по ложной цели, то и управление ракетой класса воздух-воздух просто пролетят мимо, так сказать. Точно так же, этот комплекс действует против заинтеракетных систем, заинтеракетных комплексов войск противовоздушной обороны. Если все-таки цель идентифицирована правильно, например, армянскими Сухо-137 и открыт огонь по истинной цели, то у вортового комплекса обороны Талисман-Блок-123ЕР есть любопытная особенность. Это возможность воздействовать на радиовзрыватель, атакующий управление ракетой класса воздух-воздух, и подорвать его на безопасном расстоянии от цели. То есть, собственно, истребители от азербайджанских МиГ-29, армянские управление ракетой класса воздух-воздух, запущенные Сухо-37, подорваются на определенной высоте, на безопасном расстоянии от, скажем, азербайджанских истребителей. Вот это любопытное свойство действует при том, как в передней полусфере, так и в задней полусфере. Конечно, есть мертвые зоны, скажем, по бокам, но если весьма и весьма все-таки воздушные бои, в основном происходили в задней и передней полусфере. Вот это любопытная особенность. На Сухой Су-37 вооруженных сил Армении, там такого комплекса нет. Да, там возможно, что армянские военно-воздушные силы покупили комплекс радиоэлектронной борьбы Хибины, или, возможно, купили комплекс Л-005С-405С. Но эти комплексы не имеют вот этой возможности подорвать до безопасного расстояния. Они воздействуют на радиоэлектронную станцию, работающую радиоэлектронную станцию вражеского истребителя, вражеского заинтеракетного комплекса, заинтеракетной системы вражеской. И воздействуют. Создают мощные радиоэлектронные помехи, создают шумовые помехи разных типов там. Можно создать там положенные цели, но вот это свойство, она, кстати, по отличие от российских Хибины и Л-005С-405С, белорусский комплекс позволяет под подвеской использовать еще и управляемую ракету. То есть она не занимает подвеску, она подвешивается под крылом, например, истребителя. Хотя вооруженные силы Азербайджанские суббики штурмовики сухой Су-25 крача обороты на этим комплекс. Она подвешивается под крылом и под самим комплексом Талисом Блок-123ЕР. Подвешивается еще и управляемая ракета. Допустим, это вот контейнер радиоэлектронной борьбы. Он подвешивается под крылом и под контейнер подвешивается еще и управляемая ракета класса воздух-воздух. То есть она не подзанимает подвеску. А Л-005С, Сурбция-С или Хибиной, они подвешиваются на консолях и занимают консолевые точки подвески. Вот это любопытное свойство. Что касается авионики, Сухой-130СМ оборудован суперсовременной авионикой. Она позволяет поражать ей воздушные цели, и наземные, и надводные цели, и подземные цели. Если говорить о воздушных маяхах, то Сухой-130СМ оборудован радиоэлектронной станции РЛСН-001М-БАРС или ПАРС-29. Она работает в их стеопознении и позволяет одновременно оброжать 15 истребителей и 15 воздушных целей. Классифицировать, идентифицировать, сопровождать их, производить госопознавание, системы госопознавания свой-чужой. И одновременно атаковать 4 из них. 4 цели Сухой-130СМ способен атаковать одновременно. Этого возможности у МИГ-29 нет. Вот это преимущество с этой точки зрения у армянских ЛВС. Но, так как вооруженные силы Азербайджанской республики, возможно, уже пополнились, в скорейшее время пополнят истребителями ЧФ-17 Тандер, пакистанского производственного производства, ПАК ЧФ-17 Тандер Блок-2, Пакистан Аэронатикл Комплекс, Чонт Файтер-17, Тандер Блок-2, ПАК ЧФ-17 Тандер Блок-2, пакистанского производства. Тут ситуация мгновенно изменится, потому что пакистанский истребитель, несмотря на то, что пока четвертого поколения, но способен весьма и весьма эффективно вести воздушный борт против истребителей поколения 4+. Вот у ЧФ-17 Тандер Блок-2 уже стоит более мощная радиоактивная станция, нежели на МИГ-29. Радиоактивная станция называется КЛГ-7В-1. Он тоже работает в икстео-пазоне, но он, в отличие от МИГ-29, на большей дальности обнаруживает воздушную цель. Например, такой не позволяет атаковать две воздушные цели, в отличие от МИГ-29. Все равно, конечно, у армянских существует 37 больше возможности атаковать четыре воздушные цели. ЧФ-17 Тандер Блок-2 атакует только две. Тут преимущество в армянской стране, но тут есть, опять-таки, нюансы. Во-первых, первое. Количественно все равно военно-воздушные цели Азербайджанские республики имеют большую истребительную авиацию. Сейчас есть 16 истребителей, как я уже сказал, МИГ-29. Если закупят еще 10 Пакистана, сейчас в армии есть четыре стрелителя сухой Су-30СМ. Закупят целую эскадрилью 12, если 12 должны быть закупить. Вот тут уже, конечно, в этом регионе будут мощнейшие воздушные бои. Все равно Азербайджанская республика численным превосходит, но армянская страна компенсирует тем, что, во-первых, каждый из сухой Су-30СМ атакует четыре цели одновременно. Вот тут-то, конечно, армянской стране с этой точки зрения повезло. Если армянские истребители будут действовать на территории воздушной пространства Альминии, будучи защищенными средствами противовоздушного аварума, взаимной ракетной системы ЗАРС, например, С-300ПТ, вот тогда, конечно, это немного осложняет задачу военно-воздушных сил Азербайджанская республика, потому что им еще придется прорвать противовоздушную оборону Армении. Но с учетом, скажем, ракетно-артиллерийских систем вооружений, которые есть вооружены в силах Азербайджанская республика, то, конечно, проблема уже, если заранее эти ракетные системы ЗАРС будут атакованы, скажем, ракетно-артиллерийскими вооружениями Азербайджанская республика, вот тогда воевать, скажем, будут только военно-воздушные силы в воздухе. Вот тогда, конечно, численный перевес будет на стороне Азербайджанской республики, но Армения будет компенсировать это тем, что одновременно можно атаковать каждый из них, атаковать четыре цели. Кроме того, на Сухой Су-137 есть кое-что уникальное. Это комплекс пассивно-радиотехнической разведки, который называется L-150 «Постель». Вот эта L-150 «Постель» состоит в составе бортового комплекса обороны. Ну, на МИГ-29 есть бортовый комплекс обороны, на ЧФСН «Стандр-блок-2», ПАК ЧФСН «Стандр-блок-2» есть бортовый комплекс обороны, там и там. Но Сухой Су-137, благодаря этому комплексу L-150 «Постель», вот этот комплекс, он более развит. С какой точки зрения? Например, ПАК ЧФСН «Стандр-блок-2» позволяет только обнаруживать наличие, типа выучать, как это развиваются на станции, но позволяет обнаруживать. Да, может и идентифицировать, ясно. Но L-150 «Постель» ведет комплексную радиотехническую разведку. Вот тут-то, конечно, это уникально. Он ведет комплексную пассивную радиотехническую разведку. Одновременно по АДИО на 360 градусов она обнаживает огромное количество, она способна одновременно обнаживать очень большое количество радиоизвечающих целей, это радиолокационные станции. Классифицировать, у нее есть еще и база данных, классифицировать, обнаружить, сопровождать, классифицировать, определять приоритетность и применить противорадиолокационные ракеты. Вот это и любопытная особенность. То есть она не просто обнаруживает азимут и факт облучения, она обнаруживает одновременно огромное количество радиолокационных станций. То есть фактически она, если раньше на Сухой Су-24 «Крач» использовала комплект «Вьюга», подвесной контейнер «Вьюга» на Сухой Су-24М «Фантас Монголия», контейнер, который позволял вести пассивную радиотехническую разведку, чтобы потом примить противорадиолокационную ракету, на Сухой Су-30СМ все это встроено в нее, составит в его объемнике. Вот это преимущество тут дает Сухой Су-30СМ. Что оказывает Сухой Су-30СМ способен обнаружить вражеский истребитель, типа МиГ-29, ЭПР эффективно по площади рассеяния или эффективно поверхность рассеяния, эффективно по отражению 5 квадратных метров в радиолокационном диапазоне, 5 квадратных метров в дальность 140 километров, в переднюю полусферу 60 километров, в заднюю полусферу. У Джейксина Стандарт Блок-2 с радиолокационной станцией КЛГ-7В-1 в дальность 100 километров. Дальность, конечно, меньше, да, есть обнажение аналогичной цели. Аналогичные цели Сухой Су-30СМ одновленно обнаживает 15 воздушных целей, ведет, их сопровождает, классифицирует, производит косоопознавание свой чужой. Джейксина Стандарт Блок-2 обнаруживает одновременно 10. То есть, обнаруживает, он может 40 целей, но одновременно сопровождает, классифицирует эти воздушные цели, производит косоопознавание только 10. Если у Сухой Су-30СМ 15, у Джейксина Стандарт Блок-2 10, одновременно обнаруживает сопровождаемых целей. Тут у Сухой Су-30СМ тоже выигрывает. В маневренных воздушных боях у Сухой Су-30СМ тоже преимущество, потому что там два двигателя, они на 30 сетях, поэтому в контурные тубариоактивные двигатели с фассажем, кантюшем, ракурсом, управлением и откланием вектором тяги. То есть, это дает супер маневленность. Каждый из них, Джейксина Стандарт Блок-2 12500 килограмм силы. У Джейксина Стандарт Блок-2 там стоит, конечно, только один двигатель. То есть, Сухой Су-30СМ в ближнем бою тоже имеет преимущество на Джейксина Стандарт Блок-2. Но на средних дистанциях, в среднем воздушном бою, тут, конечно, эти военные машины, можно сказать, если не считать количество, а одновременно обстреливаемых целей, как я уже сказал, 4 Сухой Су-30СМ-2, Джейксина Стандарт Блок-2, ну, они, можно сказать, одинаковые. То есть, там Сухой Су-30СМ вооружен, украли ракетами класса полосных воздух Р-77, РВВ-АЕ. По классике Аснату Э-12 Аддер. А Джейксина Стандарт Блок-2 вооружен управленными ракетами класса полосных воздух Северный Талис, которым называется ПЛ-12. На китайском или Пили-12, что в переводе назначает Тандарт Блок-12. Граммобой-12. Китайский управленный ракетой класса воздух-воздух. Также вооружен их экспортными весами СД-10, или СД-10А, или СД-10Б. СД на китайском с аббревиатурой Шан Дзиан. Шан Дзиан-10, Шан Дзиан-10А, Шан Дзиан-10Б. Одновременно, Джейксина Стандарт Блок-2 может нести две управленные ракеты средней дальности. ПЛ-12 или СД-10А, или СД-10А, или СД-10Б, экспортная версия. И две управленные ракеты класса воздух-воздух, ПЛ-5Е. Пили-5Е или Тандарт Блок-5Е. ПЛ-5Е, которым дальность спуска 18 км. У Сухой Су-30СМ точки подвески больше, и максимальная боевая нагрузка, конечно, больше. 12 точек подвески, и Сухой Су-30СМ способен нести одновременно 12 управленных ракет. Допустим, две управленные ракеты ближнего воздушного боя. Р-73, Р-73, Л-Р-73, М-Р-70, РМД-1, ракета малой дальности. ПЛ-1, Дзиан-10А, и 10 управленных ракет, таких как Р-77, РВВ-АЕ, ПЛ-1, Р-77, Р-77, РВВ-АЕ. Дальность спуска 80 км. У ПЛ-12, дальность спуска от 80 до 100 км. Практически, это фактически, можно сказать, что управленные ракеты класса воздух-воздух, скажем, одного уровня, если можно так сказать, у обоих активно радиоактивная головка самонавидения, что позволяет на определенной части траектории полета автоматически захватывать цель, наводиться без участия самолета-носителя, например. Су-137, лечиться на стандарт, блок-2. А определенная часть траектории, они сами наводятся на цель. Это весьма-весьма серьезное преимущество. Боевая часть у Р-77, РВВ-АЕ, конечно, с моей точки зрения, более эффективна. Она имеет микрокумулятивные боевые элементы. То есть, площадь поражения у этих управленных ракет, благодаря боевой части, более-больше, потому что у нее микрокумулятивные боевые элементы. Кумулятивная струя, она пробивает броню. То есть, она даже очень эффективна против бронированных штурмовиков, таких как сухой Су-25, короче, или Т-8. А по классическому фрукту, вот эти штурмовики бронированные, они весьма-весьма эффективны. В Афганистане все показали, что они эффективны против осколочно-фугасных боевых частей. У ПЛ-12, там осколочно-фугасная боевая часть. Тоже мощная осколочно-фугасная боевая часть. Но против бронированных штурмовиков, конечно, лучше всего микрокумулятивные боевые элементы, потому что там не один микрокумулятивный боевый элемент, там их много. И площадь поражения, точки поражения больше. Вот это, во-первых, одновременно Мехфост и ПАК, и, скажем, в крылья можно атаковать. Попадание придется не только, скажем, в одну точку. Там попадание, скажем, при том, я еще раз говорю, кумулятивная струя, она пробивает броню. А сколочно-фугасная боевая часть, она менее эффективна против брони. А кумулятивная струя, микрокумулятивный боевый элемент, она пробивает броню. Есть уникальная особенность, преимущество у ЧФ-7 Стандарт Блок-2 в чем? У ЧФ-7 Стандарт Блок-2 ПАК ЧФ-7 Стандарт Блок-2. Способен нести турецкие контейнеры оптико-электронные, лазерного целеуказания на ведение, которое называется Асэль-Под. Асэль-Под днем и ночью в двух диапазонах. Днем, скажем, может в оптическом диапазоне смочить мощные телекамеры, обнаживать ночью. Днем еще и может круглосуточно смочить тепловизионные камеры, обнаживать днем и ночью. Множество назимных целей, то есть назимное пространство сканирует. Обнаживать цель, берет ее на автосопровождение, Асэль-Автосопровождение автоматически сопровождает без участия экипажа. Подсвечивает цель лазерным лучом и наводит на нее управляемые авиабомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения. И управляемые ракеты кладутся в воздухоповерхность с полуактивной лазерной головкой самонаведения. И днем и ночью очень точно поражает ее. Лазерная система наведения вообще незаменимая вещь. Она очень гибкая вещь. Она позволяет ей движущиеся наземные цели обнаруживать и поражать. Лазерная цель все время отражается от целей. Ее захватывает полуактивная лазерная головка самонаведения управляемой ракетой кладутся в воздухоповерхность или управляемой авиабомбой. И она поражает цель, летит точно в цель. Это уникальная особенность. Вот это преимущество у модификации, которая есть в Армении. Она называется Сухой Су-30СМ. Подчеркиваю, СМ. В этой модификации пока что нет такого контейнера. У нее есть возможность ТЭТ-220 контейнер применить. Образовательный российский контейнер, который аналогичен Асэль-Под. Но этот контейнер, по крайней мере, пока находится в стадии разработки. В версии, которая есть у Китая, который называется Сухой Су-30МКИ. Модернизированный коммерческий индийский Сухой Су-30МКИ в Индии. То есть он оборудован контейнером Lightning-3. Израильно-американский контейнер, аналогичный Асэль-Под. Он называется Lightning-3. И вот этот Lightning-3 позволяет решать вот такие супер важные задачи. У Алджира, нет, у Малайзии есть Сухой Су-30МКМ. Модернизированный коммерческий малайзийский. Вот он оборудован французским контейнером ТАЛИС ДАМОКЛИС. Фирма ТАЛИС называется ДАМОКЛИС. И вот этот ТАМОКЛИС позволяет точно понижать вот эти задачи, которые решает Джеймс-3надр благодаря контейнеру Асэль-Под. У Сухой Су-30М этого контейнера пока что нет. Вот тут-то, конечно, Сухой Су-30М несет управленную бомбу спутникового наведения, там КИКО КАП, КАП-500С, корректированная бомба, весом 500 килограмм. И СС означает спутниковая система наведения. Но она не позволяет поражать движущиеся цели наземные. Она поражает стационарные неподвижные цели, подземные, надземные цели. Вот тут-то, конечно, преимущество снова приходится у Джеймс-3надр БЛОК-2. Потому что она позволяет ей движущиеся поражения, недвижущиеся, стационарные. Джеймс-3надр БЛОК-2 пока, например, имеет меньше точек подвески и меньше боевую нагрузку. Например, у Сухой Су-30М может нести сразу, скажем, 30 авиабомб весом 100 килограмм. ФАП-100-120. Этого хватит, чтобы, скажем, целый район стереться земли на вражеской территории. Она позволяет нести авиабомбы с телекомандным наведением. Когда пилот-штурман-оператор в кабине видит днём, эта система наведения эффективно работает только днём. В режиме реального времени авиабомба передает картинку местности на борт, которая с сухой Су-30М. Штурман-оператор видит её точно поражение. Для этого нужно ещё специальный контейнер взять на борт, который обеспечивает связь истребителя с авиабомбой. Ну, она способна нести кассетные авиабомбы, очень эффективно. В таких кассетных авиабомбах, например, у ЧФ-18 Андербл, кто её в состоянии не числится. Потому что в Китае вот таких аналогичных авиабомб нет. Китай сам так закупает у Российской Федерации. Она называется РБК-500, разовая бомба, кассета весом 500 кг. И у неё куча разных модификаций. РБК-500 УПТАП с противотанковыми авиационными бомбами. Это кумулятивные боевые элементы. РБК-500 УПТАП-1М. Второй несёт 268 штук. Второй, по-моему, если я не ошибаюсь, 352 штуки. Вот этих кумулятивных боевых элементов. Они пробивают броню даже боевые машины пехоты. Атакуются и сверху. Она способна нести РБК-500 СПБД. Разовая бомба, кассета весом 500 кг. С 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. СПБД. Самоприцеливающийся боевые элементы десанты. СПБД-3 называется. Она опускается на порошите после раскрытия авиабомбы. Опускается, сканируя с помощью двухспектрального инфракрасного координатора цели на земную поверхность. Обнаружив работающий двигатель военной техники, выстрелив ударное ядро, которое летит со скоростью 2500-3000 метров в секунду, поражает цель сверху. На не менее защищенную часть. Там есть версия РБК-500 с фугасными, осколочным боевыми элементами над поверхностного, подрывообъемно-детонирующий, термоболический. А тут преимущество сухой 130СМ. Конечно, сухой 130СМ. Радиус боевого действия выше 1500 кг. Чуть меньше у GFC на стандарт блок 2. Сухой 130СМ способен дозаправляться в воздухе. С помощью, по принципу, шланг-конусу, этого GFC на стандарт блок 2 нет. В качестве подвесных баков у GFC на стандарт блок 2 больше. Три подвесных топливных бака. Один только у GFC на стандарт блок 2 под фюзляжную. У сухой 130СМ 3.1 под фюзляжную. Две на подкрылевых узлах подвески. Очень эффективный противорадио-волюционная ракета сухой 130СМ несет. Такие как Х-31П и Телли-77П. Плокальсика оценута С-17 Криптон, которая имеет дальность спуска 110 км. Х-31ПД, повышенной дальности, которая имеет дальность спуска 160 км. Х-58 Уэшкаэ, который имеет универсальный баллончий держатель УВКО-50. У них уже дальность 250 км. У Х-58 Уэшкаэ. Это весьма эффективно. У таких аналогичных противорадио-волюционных ракет большой дальности, у ШФ-7 на стандарт блок 2, пока что, по крайней мере, сейчас нет. Кроме того, еще раз повторюсь, сухой 130СМ имеет 13 точек подвески, число точек подвески больше. Это весьма внушительное преимущество. Одновременно можно истить управленные ракеты воздух-воздух и воздух-поверхность. Потом воздух-поверхность здесь еще, например, сухой 130СМ-70. Противокорабельные ракеты для атаки надводных целей, таких как Х-31А по классике Ацнату С-17 Криптон. У меня дальность спуска 70 километров. И атакует надводные корабли водоизмещением 3500 тонн. Может внести еще и Х-31А-Д, противокорабельная ракета большой дальности. Дальность спуска 160 километров, если я не ошибаюсь. Также атакует надводные корабли противника весом 3500 тонн. У меня водоизмещением портон 3500 тонн. Способен, кроме того, применить Х-29Л, Х-29Т в управлении ракетой, с ландером системы наведения, у которого, так как этот контейнер не имеет, она его не несет, может внести и производить спуск, но навести пока не может версию Х-29Л. У меня полуактивная зарплывка с антенемией 24Н1. Но Х-29Т, Х-29Т с большей дальностью пуска 20 километров, Х-29Т, Х-29Т, дальность спуска 10-12 километров, Х-29Т, 20 километров. Она имеет телевизионную головку с антенемией, действует по принципу выстрель, пустил и забыл. Саму наводиться надзади, но только днем. И только на стационарной цели. Фугасно-бронебойная боевая часть, питонобойная, которая позволяет поражать укрепленные наземные цели. Таких интересных проблем ракет, например, у «Джеффсина Стандарт-Блок-2», в его арсенал не входит. Кроме того, КМГУ, КМГУ-2, контейнер малогабаритных крузов, которые могут внести противотанковые мины, допустим, разные боевые элементы, которые несет сухой Су-37. Таких, как у «Джеффсина Стандарт-Блок-2» нет в ее арсенале. Она способна внести «Джеффсина Стандарт-Блок-2» Су-37 еще несет авиабомбой с противотанковыми минами двух типов. Например, минная противотанковая, тенщевая, амулятивная. Такие противотанковые мины, один на авиационной бомбе, несет десятки таких противотанковых мин. Раскрываясь в полете, они разбрасываются в небе, скажем, падая на кровоогромную площадь. Когда военно-оражная техника, она езжает на нее, срабатывает магнитный датчик цели, мучку мультивной струй пробивает от нищи основного боевого танка или, по-моему, что он пехота или бронетранспортер военной техники, одним словом. Она способна сухой, сутрицательная способность, одновременно три авиационные бомбы весом 1500 кг, при том, с разной системой наведения. И одновременно еще две авиационные бомбы весом 500 кг. То есть это огромная боевая нагрузка, и на течение одного полета можно решать множество боевых задач. Вот, Джейфси Настандр Блок-2 такой возможности... Нет, ну, допустим, Джейфси Настандр Блок-2 может нести, скажем, четыре американские авиационные бомбы, неуправляемые МК-80 или Марк-82, МК-80, и, скажем, еще две управляемые ракеты класса воздругу малой дальности. А свойство 30СМ при том, что он несет, вот, выше перечисленная, ну, одновременно авиабомба, весом 1500 кг, весом 500 кг, как бы еще он может нести, скажем, от двух до четырех управляемых ракет разной дальности, средней дальности до 80 км, ближней дальности, скажем, до 20 км. Тут Сухо-130СМ тоже преимущество, но, опять-таки, вооруженность и Азербайджанская республика тоже очень-очень развитая системы противовоздушной и противоракетной обороны. Вот тут как раз для армянских военно-воздушных сил представляют серьезную ишу опасность. То есть, та же территория Азербайджанская республика, они способны атаковать армянские Сухо-130СМ. Вот тут-то уже проблема снова для армянских Сухо-130СМ, допустим, азербайджанский комплексный, тоже С-300ПМУ-2 «Фаворит». 35Р-2, по-моему, 35Р-6-2, по-моему, называется. С-300ПМУ-2 «Фаворит», который одновременно атакует 36 воздушных целей, наводя на каждую воздушную цель две зенитные управляемые ракеты «Зур». То есть, 70-м я зенитные управляемые ракеты, азербайджанский С-300ПМУ-2 «Фаворит» атакует 36 воздушных целей. Это сумасшедшее количество в этом регионе особенно. И вооружённые силы Азербайджанской республики есть две такие зенитракетные системы СРС. Ими данный спуск от 200 км. Комплекс С-200В «Вега». Данный спуск от 240 км. Который есть у вооружённых сил Азербайджанской республики. Тоже серьёзно. И недавно, по-моему, год назад, или два года назад, вооружённые силы Сирии сбили израильский суперсовременный Ф-16 «Айсуфа». Ф-16 «Айсуфа» — суперсовременный истребитель израильской версии «Ф-16». Ф-16 «Айсуфа» — двухместный «Супер» истребитель суперсовременным портовым комплексом и обороны. Он был сбит сирийским зенитракетным комплексом зенитракетной системы С-200В «Вега». Точно такой же, как и есть в вооружённых Азербайджанской республике. Используя зенитракетным ракетом 5В-28. Поэтому и по сей день этот комплекс является суперэффективным. Есть С-125-2ТМ, Печора-2ТМ, белорусский. Есть ещё и комплекс 9К-33-1Т, АСА-1Т. Версия 9К-33М-3 АСА-КАЕМС. Модернизированная версия, которая прошла модернизацию в Белорусской республике, в Республике Беларусь и прибыла, скажем, в Азербайджанскую республику и пополнила средства противовоздушной обороны Азербайджанской республики. Кроме того, израильские зенитракетные системы ЗРС, которые называются ПАРАГ-8, МР, САМ, Medium Range, Surface-to-air Missile, и БАРАГ-8ЕР, Extending Range, БАРАГ-8ЕР, который называется ЛР, САМ, Long Range, Surface-to-air Missile. У БАРАГ-8, дальности стрельбы 90 км у БАРАГ-8, 90 км дальности стрельбы дальности поражения ЦИУ, БАРАГ-8ЕР, БАРАГ-8ЕР, Extending Range, БАРАГ-8ЕР, называется Extending Range, дальности поражения ЦИУ, 150 км. Это сумасшедшая дальности в этом регионе. Кроме того, еще есть израильский Spider, SR-Spider, МР, разъемно-ракетные комплексы израильского производства, которые нестут управляемый ракетой кладку воздуха member Python-5, это Python-5 суперсовременно. Управляемый ракетой кладку воздуха воздуха с инфракрасы на 2-х спектакляre, инфракрасу тепловой колокольной самонadelии. Еще Derby управляемый ракетой кладкой воздуха воздуха израильского производства. Derby несется активment производителей дроб gesch 아니고 invitation 생 reach yimэ Putnam которые являются с不对ông on exclusivi версией AIM-120 Амраам Адвент Мейден Рейндж Аэр Туэр Миссл. Вот это израильская терпи, это управленная ракета класса воздух-воздух-серенитарист. Она числится в составе занятий ракетного комплекса SPIDER. Кроме того, есть ТСК-33МБ, БУК-МБ, занятий ракетный комплекс, советский, который прошел модернизацию в Беларусской республике, Беларусь. Она способна применить занятий управленной ракетой ЗОР 9М317 или 9М317Э. Суперсовременные занятий управленной ракетой ЗОР российского производства, которое очень эффективно проводит любых воздушных целей. Бронированные, небронированные, суперманевленные. Это тоже очень сильно пополняет ряды вооруженных сил Азербайджанской республики. Средства противовоздушной обороны с точки зрения есть. Скоро прибудет, если не прибыл, то скоро прибудет французский занятий ракетный комплекс, который называется... занятий ракетный комплекс, наземная версия занятий ракетного комплекса ПАМС, который применяется... на надводных кораблях. Этот занятий ракетный комплекс способен применить французский суперсовременный... занятий ракетный комплекс Астр-30. французского производства. Недальность спуска 100 километров. Средства радиоэлектронной бомбарии Бреш-1 нужно говорить, которые совершены силы Азербайджанской республики, которые способны... подавлять радиоакционную станцию СОВА-137. Суммарно, я нарисовал общую картину военного потенциала обоих стран. Когда прибудут СУ-35С, МИГ-35 и МИГ-35СД, тогда я сделал отдельный обзор, отдельное видео в общих чертах. Я донес вам информацию, то есть сравнил объективные военно-воздушные силы обоих стран. Всем спасибо, кто смотрел мое видео. Подписывайтесь на мой канал.